Это очень трагическая ситуация, которая сейчас на Украине. Для вас этот вечер приобретает какое-то особое значение? Конечно. Он еще приобрел 7 февраля, когда мы играли вечер памяти Шевченко. Во-первых, по-другому все исполняется. И совершенно, понимаете, ты начинаешь по-другому к этому относиться. Сам. А следовательно, если исполнитель сам относится по-другому, то к своей национальной культуре по-другому начинают относиться люди. Нам есть чем гордиться. И это надо показывать и пропагандировать. Театром надо жить. Если ты живешь театром, то все получается. Я не считаю часы, сколько я работаю. Ну, мне по-много приходится работать. И 12 бывает, и 13 часов. Когда как? Сколько работы? Если вот пошло творчество, сидишь, пишешь обработку, то надо ее написать. И оно уже пошло. Ну, как ты можешь бросить? Сидишь, пишешь, пока не напишешь. А в целом у нас всегда и 4-часовая, и 3-часовая репетиция. Утренняя, вечерняя. Иногда дневная бывает репетиция. Мы как бы распределяем между коллективами. Каждый в своем цехе занимается. Хор в свое время, оркестр в свое время, солисты в свое время. А когда нужно сводить, мы это все сводим. Это все как бы у нас регламентировано внутренне в нас порядке. Вот. Ну, сегодня зрители, во-первых, увидят очень большую, такую масштабную хореографическую композицию «Садок Вишневый и Колыхаты», який, в принципе, присвященный, да, Тарасу Григорьевичу Шевченко и «Едности Украины». Вот. На музыку гениального украинского композитора Скорека, которым принимают участие полностью весь балет, и артисты хора, и артисты вокалистов. Вот мы сделали, создали такую большую хореографическую композицию. Вот. В программе также есть хореографическая композиция из нашего вас мюзикла «Welcome to Ukraine» або «Подорож у Коханья». Два потрясающих номера, которые уже классика украинских хореографий, постановки народного артиста Украины Александра Новомовича Сегаля. Это «Козачок» и «Чабаны». Взагалі я впевнений и глубоко переконан, что украинская песня, вона мает фантастичную силу. Фантастичную силу. Ну, скажімо, якщо ми в тиші послухаємо «Рідна мати моя» у виконанні Дмитра Гнатюка чи голос Ніни Матвієнко, от я впевнений, що якщо людина послухається, ну, вона вже, знаєте, не вийде на вулицю, там, не кине сміття, там, чи не образить когось, чи щось не вкраде. Я вважаю, що взагалі в нас в суспільстві дещо таке поверхово якесь, ну, є якась недооцінка взагалі української культури, української пісні. Я думаю, що Шевченка сприймають ще не тільки як в шкільній програмі, його завжди сприймають як старим дідусем, якийсь заплаканий, плаче, журиться, розумієте. Для мене Шевченко, він просто живий, тому що, дивіться, сьогодні відкриваєш любу поезію Шевченка, вона наскільки актуальна, він дійсно як... Дякую. Дякую.